Картины Кокеля дождались своих спасителей. В Чувашию прибыли профессиональные реставраторы из Национальной Академии Изобразительного Искусства и Архитектуры Украины. Мастера своего дела во имя прекрасного они восстанавливают шедевры на безвозмездной основе. В мастерской Чувашского государственного художественного музея картины Кокеля обретают вторую жизнь. Четыре пары рук в буквальном смысле творят чудеса. Профессор Николай Титов и три его ассистентки восстанавливают несколько полотен, которые могли быть безвозвратно утеряны в ближайшее время. Сложностей в работе немало. Некоторые из своей картины Кокель писал на двух сторонах холста. Со временем краски стали осыпаться и терять свой первоначальный вид. К реставрации и картине надо подходить. Так же, как и больной. Пришел к врачу, у каждого свое заболевание. Так же и у картины. У каждого своя есть проблема решить. Так же и тут. С одной стороны одна может быть проблема, со второй – вторая проблема. Еще проблема в том, что бы их растянуть, кромок не хватает. И в некоторых случаях просто вот так вот вырезано. Медицинский подход – не просто фраза. В работе реставраторы используют хирургические скальпели, шприцы и другие необычные инструменты. И управляются с ними не хуже хирургов. В руках профессионалов уже побывали многие мировые шедевры. Опыт у них есть уже хороший, потому что обучение проходит на музейных экспонатах. И сложные есть, и очень сложные, и 16 века. Идет грунтование специальным раствором клея и мела. Подводится только вот в этих местах, где утраты, для того, чтобы восполнить красочный слой, чтобы он не проваливался, а был как на поверхности. На сегодня в Чувашии-Остро стоит проблема со спасением национального богатства. Большая часть музейных экспонатов требует немедленной реставрации, а специалистов в этой области у нас нет, да и финансов тоже. На восстановление шедевров нужны миллионы. А из любви к искусству делать сложнейшую работу готовы только самые бескорыстные и смелые. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика.